Какие первые шаги нужно предпринять для развития психологической защиты от манипуляций? И какие привычки и установки помогают создать крепкую основу для защиты такой? Ну, вы знаете, если человек спокоен и уверен в себе, то защита есть в любом случае. И, в общем-то, вот это вот ощущение, что спиной, что кто-то такой ко мне идёт, вот как сейчас Таширчик подходил ко мне, я его чувствовала. Оно есть, оно есть. Ну просто, вот к камере не надо идти, малыш. Ладно, другое дело, что есть правильное абсолютно ощущение опасности. Да, вот если такая есть. А как это ощущение опасности? У нас есть великолепный совершенно барометр под названием «Наше тело», который всегда сигналит нам, что что-то не в порядке. Вот, допустим, вот эта вот лошадка, которая сейчас пытается изо всех сил атаковать камеру, да? Иди, вали. Вот. Она не опасна. Это наш друг. Это наш друг, это мой конь, это мой замечательный, верный, преданный мустанг. И если он подходит ко мне сзади, да, вот моё тело реагирует абсолютно спокойно. Но я знаю, что кто-то сзади подходит. Если это будет кто-то недоброжелательный, у меня в мозгу начнётся такой тихий-тихий-тихий такой голос, который будет говорить, что-то не так, что-то не так, что-то не так. Вот это вот я знаю, что опять идут мои лошади, они замечательные, я их люблю, всё в порядке, всё нормально, да? Если это будет подходить какой-то не очень доброжелательный по отношению ко мне человек, у меня будет чёткое ощущение, что что-то не так. Вот когда мы на курсе моём мастер-коммуникации занимаемся взаимодействием с манипулятором, мы очень чётко учимся распознавать вот этот вот шёпот, не очень комфортный шёпот, когда что-то не так. Если когда-то вами манипулировали, если когда-то вас обманывали, если когда-то вот вы после общения с каким-то человеком ощущали себя очень нехорошо, в любом случае, вы когда вот откручиваете плёнку назад, вы можете понять, что тогда был в вас вот этот вот внутренний голос, внутренний шёпот о том, что что-то не так, что-то не так, да? И вы тогда, возможно, на это не среагировали вовремя, да? Вы как-то отнеслись к этому, может быть, немножечко легкомысленно, и были обмануты, и вами воспользовались. Вот если научиться распознавать вот этот вот голос, что-то не так, вот в самом-самом-самом начале, а дальше предпринять определённый алгоритм действий, тогда всё будет хорошо, тогда никакой манипулятор вам не страшна, никакая манипуляция вам не страшна. Есть ряд признаков, но самый главный признак, мы, конечно, подробно это всё на курсе проходим, но вот когда вы находитесь в контакте с собой, когда вы находитесь в контакте с своим телом, то вот это вот ощущение, что что-то не так, вы не сможете его пропустить. А дальше мы уже делаем ряд определённых шагов, которые помогают нам понять, которые просто помогают нам безопасно разойтись с манипулятором, потому что лучше всего разойтись, если, конечно, мы не являемся сотрудником спецорганов по борьбе с мошенниками, потому что манипулятору, на самом деле, очень важно втянуть нас в какую-то игру, на которой мы будем энергию терять, а он эту энергию будет получать. Поэтому почувствовали, что что-то не так, и постарались максимально быстро уйти вообще из этого контакта. Как это делать, там мы проходим уже буквально на первых же занятиях. Как научиться распознавать ложные аргументы и манипулятивные приёмы? Как научиться их распознавать? На самом деле, по состоянию своего дискомфорта, прежде всего. Есть у нашего тела всего два ощущения – комфорт и дискомфорт. Если вы находитесь с человеком в коммуникации, и вы чувствуете, что вы устали, что вам как-то досадно, обидно, что у вас непонятное совершенно раздражение по непонятному поводу, что просто и вы встали, как выжатый лимон, неожиданно совершенно. Вот энергия куда-то вся ушла, непонятно куда. Скорее всего, что рядом с вами находится манипулятор. На самом деле, никакой манипулятор не страшен, если вы умеете адекватно взаимодействовать с человеком, неважно с каким, с манипулятором, не с манипулятором. Потому что, на самом деле, манипулятор не страшен, если вы адекватный человек, который в гармонии с самим собой, и если кто-то говорит вам что-то неприятное, или пытается поддеть за что-то живое, у человека, видимо, какие-то проблемы, у человека не все в порядке, посочувствуем ему. Мы проходим ряд приемов, которые конкретно для работы с манипуляторами и с манипуляцией. Это у нас и затуманивание, и конкретизация целей, и душение в объятиях. Настоящее душение в объятиях, но это в кавычках, конечно. Когда мы выявляем несуществующее позитивное намерение человека, когда он пытается с нами манипулировать или наехать каким-то образом на нас. Не надо драться, не надо драться. И применяем одну из этих техник. Я, к сожалению, сейчас не могу вас научить их применять, потому что мы специально этому учимся и специально тренируемся. Просто в ролевых тренингах мы это делаем, пока обучаемся манипуляцией. Проходим тот или иной прием взаимодействия с манипулятором, на кейсах проходим, потом я начинаю в зал пулять вот эти манипулятивные фразы и прошу, чтобы сходу мне на них ответили. Потом человек должен обязательно знать свои общечеловеческие права, которые записаны в биле о правах человека. Если человек их знает, их всего 9, и умеет их по месту применить, предположим, как же такое, ты не хочешь выходить в свой выходной, при том, что начальник лично тебя об этом попросил. Как ты непорядочно себя ведешь? Так, вот тут я хотела бы уточнить один момент. Я человек, и я имею право говорить да или нет в соответствии со своими личными приоритетами, не чувствуя себя при этом виноватой или кому-то чем-то обязанной. И против вот этих вот прав человека ни один даже самый изощренный манипулятор обычно не может ничего возразить. Вот права свои знать человеческие и уметь их предъявить. На самом деле, как одна сказала мне юристка, это фактически все равно, что юридическое образование, когда ты знаешь эти права человека свои и, главное, вовремя умеешь их предъявлять. Но это нужно, конечно, тренироваться, потому что даже у юристов у тех же есть теория, есть практика. И юристы прекрасно знают, что новичок, который пришел теоретически подкованный, но при этом практически не работал с какими-то кейсами, он, в общем-то, мало чего может. Это надо тренироваться. Это вот, к сожалению, так. Или к счастью, потому что мы имеем такую возможность. И последний вопрос, Надежда. Какие методы помогают быстро успокоиться в стрессовых ситуациях и вернуть контроль над этой самой ситуацией? Ага. Ну, дыхательные, конечно, прежде всего. Мы в НЛП проходим рапорт по дыханию, и прежде всего, прежде чем мы начали пристраиваться по дыханию к другому человеку, важно научиться пристраиваться к своему собственному дыханию. К собственному дыханию. Правильно, Хадена. Вот. То есть вдох-выдох, вдох-выдох. Вот если вы сейчас прямо вместе со мной начнете, да, просто замечать, где у вас вдох, где у вас выдох, где у вас вдох, где у вас выдох. О, Ташик с нами работает. Молодец. Вдох-выдох. Вы заметите, что если вы вот так вот будете делать хотя бы полминуты или минутку, то ваше дыхание замедлится. Потому что когда вы прислушиваетесь к своему дыханию, и оно начинает постепенно замедляться, вы получаете информацию на уровне бессознательного, что вы в безопасности. И когда вы ощущаете себя в безопасности, вот чем чаще вы занимаетесь этими дыхательными практиками, тем меньше времени вам нужно для того, чтобы почувствовать себя комфортно, спокойно и в безопасности. Предположим, да, вот вы сделали только один цикл, вот этот вот вдох-выдох, а вы уже пошли успокаиваться. И когда вы спокойны, вы можете осознанно делать выбор. Я не хочу сказать, что в каких-то ситуациях, когда вот человек грубо на вас агрессует, или оскорбляет вас, или обижает, нужно вот плюнуть в глаза Божья роса, да, вот нужно никак не среагировать, или там улыбнуться, или там сказать, ну, ничего-ничего, да, вот бывает там, да. Нет, иногда как раз нужно пойти на конфронтацию, сказать, так, стоп, со мной так нельзя. Вот вы сейчас повели себя некорректно, и я прошу вас, чтобы впредь этого не повторялось, если вы хотите, чтобы я продолжала с вами контактировать. И, кстати говоря, манипулятор такие штуки очень уважает. Просто нужно иметь некую смелость, спокойствие, такую спокойную уверенность в себе, и чёткое понимание, что человек нарушил ваши границы для того, чтобы просто сделать ему об этом прямое сообщение. Что для этого нужно иметь? Внутреннее спокойствие и уверенность в себе. Для этого нужно хорошо себя знать, потому что, на самом деле, подготовиться ко всем абсолютно ситуациям в мире невозможно. Ни коммуникативным, ни климатическим, ни политическим, ни, не дай бог, военным, да. Да, мы не можем подготовиться ко всем ситуациям, но мы можем очень хорошо знать себя, можем знать, как привести себя в конгруентное, комфортное состояние, и, собственно, это делать. Самая такая первая практика – это просто пристроиться к своему собственному дыханию, и тогда, когда вы успокаиваетесь, у вас появляется осознанный выбор, как сделать. Там сказать, ой, что-то мне кто-то звонит, да, и просто сказать пока, до следующего раза. На самом деле, тоже очень хороший способ прервать некомфортную коммуникацию. А можно сказать, так, стоп, я хотела бы всё-таки прояснить, поскольку это происходит не первый раз, что вот так вот мне некомфортно, вот так вот со мной нельзя. Но я вам только два варианта говорю, на самом деле их может быть миллион. Но для этого нужно быть в контакте с самим собой, ну и при помощи NLP просто понимать, как, потому что если этот манипулятор с вами общается постоянно, да, вот этот вот человек, то, по всей видимости, ситуация общения с ним, это тем более бывает часто с родственниками, да, она постоянно не очень комфортная. Так можно проработать эту ситуацию при помощи техники NLP и сделать так, что вы будете ощущать себя там спокойно, адекватно. А когда вы находитесь в спокойном, адекватном состоянии, вы делаете правильный выбор в моменте и, соответственно, действуете так, как лучше всего в данной ситуации.